Илья Иванов Давайте продолжим узнавать интересное о наших крымских обитателях. Сегодня поговорим о существах, которые, как правило, ассоциируются с мрачными историями, вампирами и различными ужастиками о летучих мышах. Поистине одни из самых удивительных созданий природы. Практически бесшумный полет, крутые виражи, безошибочная точность и, конечно же, эхолокационная система, позволяющая распознать мельчайшие предметы в полной темноте. Почему в темноте? Просто летучие мыши ведут исключительно ночной образ жизни. Как правило, днем они прячутся в пещерах, на чердаках и прочих укрытиях и только вечером вылетают на охоту. На самом деле эти милые животные абсолютно безобидны и приносят нам много пользы. Они являются естественными регуляторами численности сотен видов насекомых, среди которых и вредители сельского и лесного хозяйства. Всего за один час своей охоты они способны поймать больше сотни комаров и мошек и не один десяток ночных моториков. А благодаря быстрому метаболизму за ночь могут съесть добычу общим весом в половину собственной массы. Летучие мыши способны летать на большие расстояния. За одну ночь они могут преодолеть несколько десятков километров, развивая скорость до 50 километров в час. При этом они достаточно небольших размеров – от 3 до 10 сантиметров и весом от 5 до 75 граммов. Общаются наши рукокрылые друзья при помощи ультразвука. В ультразвуковом диапазоне зверяки также общаются между собой. Определяют свои границы, предупреждают об опасности, ухаживают друг за другом, воспитывают потомство и даже поют песни, как птицы. Но мы их не можем услышать. Человеческое ухо не воспринимает ультразвук. Но иногда услышать летучих мышей все-таки удается. Это тоненький писк в полной тишине в какой-нибудь из крымских пещер. И уж если говорить откровенно, то по сложности общения эти ребята не уступают дельфинам или же китам. Активная фаза жизни у этих млекопитающих начинается весной и завершается поздней осенью с наступлением холодов. Некоторые виды улетают в теплые края, подобно ласточкам, но в большинстве своем летучие мыши остаются дома и впадают в зимнюю спячку. При этом замедляются все жизненные процессы – дыхание, сердцебиение, а температура тела может сравниться с температурой помещения, в котором они зимуют. Весной у летучих мышей появляется потомство. Один, иногда два детеныша, которые, родившись, крепко цепляются за материнскую шерстку и держатся на ней, причем даже во время ее полета и охоты. Мышата довольно быстро вырастают и уже через месяц начинают охотиться самостоятельно. Стоит отметить, что летучих мышей в Крыму более 18 видов, и все они занесены в Красную книгу. Больше интересного об этих млекопитающих расскажет доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Сергей Петрович Иванов. В Красную книгу Крыма занесены только те животные, которым угрожает опасность. Численность которых снижается, то, в конце концов, может привести к исчезновению данных видов из природы нашего Крыма. Все виды летучих мышей, которые обитают в Крыму, занесены в Красную книгу Крыма. Некоторые из них занесены в Красную книгу России. Это связано с тем, что в последнее время условия их обитания в Крыму ухудшились. Это связано как с уменьшением кормовой базы, опять же, в связи с несколькими засушливыми периодами, поскольку они питаются насекомыми. Но и также, и может быть в первую очередь с тем, что зима стала у нас слишком мягкая, и очень часто наступают потепления такие, которые для холоднокровных, которые практически являются мыши, которые впадают, летучие мыши впадают в анабиозное время. И для них повышение температуры означает начало активности. Вот они вылетают из своих убежищ, а пищи нет. Вот пищеварение или физиологические особенности мышей таковы, что физиология очень интенсивная, и поэтому отсутствие пищи даже в короткое время может привести к их гибели. Что и происходит. То есть колонии наблюдаются в Крыму, в Крыму наблюдается уменьшение колоний всех видов летучих мышь, которые обитают у нас в Крыму. Ну и в конце скажу, что все летучие мыши Крыма не опасны. На людей не нападают, питаются насекомыми, уничтожая при этом вредителей садов и огородов, чем приносят огромную пользу. Пожалуйста, помните об этом и не обижайте их. Вот такой он, разный и интересный. Наш живой Крым. Субтитры сделал DimaTorzok